Пожалуйста, откройте сейчас 12-ю главу Послание к римлянам. Мы начнем с 9 стиха. При чтении нашего сегодняшнего отрывка из Библии очень важно обращать внимание на контекст. Там говорится о том, что только тогда, когда верующий узнает, что такое Божья милость, он из признательности и благодарности захочет предложить Господу свое тело в качестве живой жертвы. Только когда верующий начинает предлагать Богу всего себя в качестве живой жертвы, только тогда его разум преображается и уподобляется Христу. Только тогда, когда ваш разум постепенно преображается, вы можете увидеть то, о чем я говорил в своем прошлом послании. А именно, вы начнете точно воспринимать себя и адекватно воспринимать других, а еще вы начнете активно служить Богу. И вот что пишет Павел. Это стихи с 9 по 21. Он пишет, что когда все это произойдет, у нас появится любовь. В нас явится истинная любовь. Это произойдет только тогда, «Чтобы упростить ваше восприятие, я сократил количество нужных для этого условий с 25 до 8». В 9 стихе сказано, «Любовь непритворна, отвращайте зла». Итак, чего же мы должны отвращаться, исходя из этого стиха? Далее там говорится о том, что любовь почтительна. И третье условие звучит так. Любовь пламена. Но помните, что речь идет о любви к Богу. Четвертое условие такое. Любовь утешается надеждою. И постоянно в молитве. А теперь, пятое условие. Любовь любит отдавать. А сейчас я прочту вам шестое. Итак, шестое. Любовь остро чувствует то, что чувствуют другие. Седьмое условие звучит так. Любовь ни с кем не сводит счеты. И, наконец, восьмое условие. Любовь отрицает принятые в обществе нормы. Давайте рассмотрим все эти условия более подробно. Итак, чего же мы должны отвращаться? Прежде всего, это зло. Павел описывает нам истинную любовь. Настоящую любовь. Не ложную любовь, а настоящую, без всякого лицемерия. Он использует греческое слово, которое в переводе значит «без лицемерия». В некоторых переводах Библии на месте этого слова стоит слово «искренне». Но на самом деле его значение без лицемерия. Но что такое лицемерие? Я много раз слышал, как слово лицемерие используют не в том смысле. Многие люди не понимают, что такое настоящее лицемерие. Помню, что когда я только основал мое служение в австралийском городе Сидней, а это было в середине 70-х годов, люди говорили мне, «Эй, падре, знаешь, почему я не хожу в церковь?» Я отвечал «нет». И они объясняли мне, «Там полно лицемеров». Такие слова поначалу очи меня озадачивали. Я не знал, что на это ответить. Но потом я осознал, вернее, это Бог послал мне ответ. И вот с того самого момента, когда мне в очередной раз говорили, «Эй, падре, знаешь, почему я не хожу в церковь? Там полно лицемеров». Я начал отвечать им, «Да, вы правы, но у нас есть место для еще одного лицемера». Так что приходите к нам. Поверьте, на этом наш разговор заканчивался. На самом деле, слово «лицемерие», а точнее, слово, которое использует Павел на греческом, произошло от древнего слова, обозначавшего игру актеров в театре. Почему так произошло? Потому что в древние времена актеры надевали маски, чтобы перевоплотиться в кого-то другого. Павел пишет, что лицемерная любовь — это любовь, надевающая маску кого-то другого. Лицемерная любовь — это любовь, которая любит только на словах. Лицемерная любовь — это любовь, которую проявляют только когда это нужно. Лицемерная любовь — это любовь, которая возникает в определенные периоды и требует основы. Сегодня мы запутались и не знаем, что такое настоящая любовь. Мы считаем, что любовь не осуждает грех. Вы знаете, что происходит в нашем обществе? Нас больше не шокирует, что кто-то восстает против Слова Божьего. Первые предпосылки для этого начались пару десятилетий назад, когда мы стали крестить грех в церкви. Потом мы стали крестить еще более серьезные грехи. И к чему это привело? Теперь нас не шокирует грех. Да, нас не шокирует грех. Пожалуйста, следуйте за моей мыслью. Представьте себе команду врачей и медсестер, которые работают в инфекционном отделении больницы и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Вы скажете, ну такого быть не может. Я с вами соглашусь. Я на сто процентов согласен с вами. Но многие христиане сегодня поступают именно так. Мы должны любить людей, но ненавидеть грех. Это не просто наша обязанность. Обязанность — это единственная для нас возможность процветать в нашем извращенном обществе. Чего же мы должны отвращаться? Прежде всего, зла. Во-вторых, истинная любовь почтительна. Мы с вами знаем, что некоторые люди путают почтительность с лестью. Лесть — это грех. Я молюсь о том, чтобы вы не были листивыми. Но демонстрировать почтительность тем, кто служит нам, — это не грех. Почтительность — это наше уважение, признание веры тех, кто служит нам. Почитать других — это верный способ побороть зависть и ревность в нашей жизни. Почитание веры — это признак истинной любви. Так чего же мы должны отвращаться? Прежде всего, зла. А что демонстрирует любовь? Почтительность. И вот любовь к Богу должна быть спламенной. Давным-давно, когда происходило Уэльское пробуждение, пробуждение Методистской Церкви, люди считали пламенную любовь ко Христу чистым энтузиазмом. Тех, кто ощущал пламенную любовь ко Христу, порицали. Люди даже устраивали процессы на теме, у кого был такой энтузиазм. Сегодня мы часто ощущаем пламенную любовь к обожаемым нами командам. Мы ощущаем пламенную любовь к нашим хобби. Мы ощущаем пламенную любовь к бесконечному количеству вещей. Мы называем себя фанатами. Но только попробуйте ощутить пламенную любовь к Иисусу. И вас тут же назовут фанатиком. Возлюбленная, пламенная любовь к Богу не означает, что вы должны его бездумно вычитать. Это не означает, что вы должны выражать бездумные эмоции. Павел в своем послании пытается донести до верующих в Риме, а также и до нас сегодня, что наши чувства ко Христу и Его Слову не должны охладевать. Наши чувства к тому, что посылает нам Бог, не должны охладевать. Мы не должны ощущать безразличие к благовествованию Иисуса Христа, иначе мы будем заблудшими овцами. Так чего же мы должны отвращаться? Конечно, зла. Что демонстрирует? Любовь? Почтительность? Кому мы должны ощущать пламенную любовь? К Богу нашему Христу. А еще любовь утешается надеждою и постоянно в молитве. В послании к римлянам сказано, утешайтесь надеждою, будьте в молитве постоянны. Что это означает? Это означает, что вы не должны впадать в отчаяние, если Бог сразу не отвечает на ваши молитвы. Вы меня слушаете? Продолжайте молиться. Не сдавайтесь никогда. Просто продолжайте молиться. В первом послании к Оринфянам сказано, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен. Когда вы преданы тому, кто может щедро вас вознаградить, когда вы преданы тому, кто постоянно видит вас, тому, кто может истинно вас благословить, тому, кто может истинно ответить на ваши молитвы, тогда вы можете утешиться надеждою до тех пор, пока не наступит нужное время, а вы будете ждать и молиться». По своему опыту молитвы я могу сказать, что Бог может дать вам четыре ответа. По крайней мере, столько ответов Он дает мне. Он дает нам целых четыре ответа, а не один или два. Четыре ответа. Господь может сказать нам, «Нет, пока еще рано». Иногда Он говорит нам, «Нет, я слишком сильно тебя люблю, чтобы даровать тебе это». А еще Он может сказать нам, «Да, я и не думал, что ты попросишь об этом». Есть еще четвертый ответ, который я слышал очень часто. Он может сказать нам, «Да, я дам тебе еще больше, ты будешь жить в изобилии». Томас Брукс проиллюстрировал недостаточное постоянство в молитве следующими словами. Он сказал, «Холодные молитвы подобны стрелам без наконечников, мечам без острия и птицам без крыльев. Они не поражают, не ранят и не могут улететь в небеса. Холодные молитвы замерзают еще до того, как они достигнут небес. Я могу добавить к этому лишь «Смилуйся над нами, Господи». Итак, чего же мы должны отвращаться? Зла. А что демонстрирует любовь? Почтительность. Кому мы должны ощущать пламенную любовь? К Богу. Любовь утешается надеждой постоянно в молитве. Кроме того, любовь любит отдавать. Сейчас я расскажу вам, что это означает. Одним из величайших благословений в моей жизни я имею сейчас в виду воистину величайшие благословения. Так вот, таким благословением для меня стало то, что я имею честь лично знать людей, которые любят отдавать. Причина, по которой я очень ценю таких людей, заключается в том, что это просто замечательные люди. Некоторые из них любили отдавать, даже не зная, что такое небеса. Это благословенные люди. Я встречал таких людей в Австралии, в Европе, в США и, конечно же, в этой церкви. Я даже выразить не могу, как сильно меня благословил лишь один факт того, что я мог наблюдать за ними. Но, к сожалению, я знаю и тех, кому и копейки жалко для Бога. Вы понимаете, о ком я? Они жалеют копейку для Бога. Они размышляют. «Внести мне десятину с учетом налогов или без...» Вы знаете, что значит слово «десятина». Можете проверить в словаре. Оно означает 10%. Это минимум, что вы должны отдавать Богу, а не максимум. Но вы продолжаете раздумывать. «Верно, я внесу десятину, если у меня будут лишние деньги. А может, вообще не стоит ее вносить?» Как-то меня спросили, «Должен ли я платить десятину с учетом налогов или без?» Я ответил, «Зависит от того, хотите ли вы получить благословение с учетом налогов или без». Возлюбленные, знаете, какова основная проблема дарения? Мы считаем себя владельцами всего того, что даровал нам Бог. Так считают даже многие христиане, почитающие Библию. Мы считаем себя владельцами всего этого. Мы думаем, что это наше. Мы не осознаем, что мы всего лишь менеджеры и работаем на начальника, который снабжает нас всем необходимым. Пусть сейчас те, кто щедр с Богом, скажут громкое «Аминь» на это. Послушайте меня. В Библии все четко написано. «Мы» — это не больше, чем менеджеры. И однажды нам придется представить отчет за нашу деятельность. При этом мы не должны забывать, что наш начальник постоянно следит за нами. Он терпеливо наблюдает за нами, ожидая того, когда мы поймем, какая радость заключена в дарении. О степени того, как вы распоряжаетесь тем, что было доверено вам, Иисус в Евангелии от Луки сказал, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом». Так чего же мы должны отвращаться? Конечно, зла. Что показывает любовь? Почтительность. Кому мы должны ощущать пламенную любовь? К Богу. Любовь утешается надеждою и постоянно в молитве. А что значит любовь? Это отдаваться. Также любовь остро чувствует то, что чувствуют другие. Послушайте, что сказано в послании к римлянам. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Радоваться здесь не означает, что вы должны устраивать всякие бездумные вечеринки. Послушайте меня, вечеринки — это не истинная радость. Поскольку мы должны любить своих врагов, радоваться в этом контексте значит следовать. Допустим, что вас и кого-то еще в вашей компании, вашей организации или вашей сфере деятельности вот-вот должны повысить. И вот этого человека повышают, а вас нет. Будете ли вы радоваться с ним или с ней? Вот о чем я говорю сейчас. Будете ли вы радоваться вместе с этим человеком? То есть этот человек — победитель, а вы — проигравший. Будете ли вы искренне радоваться за него? Вот о чем я говорю сейчас. Или, допустим, вы видите, что Бог кого-то благословил, а сами, вы все еще боретесь со своими проблемами? Скажется ли вы, «Господи, спасибо тебе, что благословил моего друга». Вот о чем я говорю. Согласитесь, что обычно в нашем обществе и в любом другом люди радуются за других, если они христиане. Такое бывает только в христианской вере. И так чего же мы должны отвращаться? Зла. А что показывает любовь? Почтительность. Кому мы должны ощущать спламенную любовь? К Богу? Любовь утешается надеждой и постоянно в чем? В молитве. А что значит любовь? Отдавать. А еще любовь остро чувствует то, что чувствуют другие. А теперь седьмое условие. Любовь ни с кем не сводит счеты. Вы когда-нибудь спрашивали себя, какова основная причина того, что мы мстим? Что движет мной, когда я хочу сделать больно кому-то, кто сделал больно мне? Откуда у меня появляется такое сильное желание отплатить ему тем же? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? В СМИ нам часто показывают, как кто-то дает сдачи, если его бьют. Почему мы непременно хотим ужалить тех, кто ранил нас? Всего из-за одного слова. И слово это — гордыня. А вот что движет нами в таких случаях. Когда вы встречаете кого-то, кто обожает распускать слухи, сеять семена раздора, то поймите, они делают это из тщеславия. В Писании ясно сказано, что такие люди не хотят иметь ничего общего с теми, кто их возлюбил. Все это — гордыня. Позвольте, я подтвержу это Божьей славой. Послушайте меня. Я никогда не ощущал такой свободы до того момента, как научился молиться за тех, кто меня в чем-то ложно обвинял. За тех, кто несправедливо меня критиковал. А теперь я молюсь о том, чтобы Бог послал благословение им, их семьям, их делам. Теперь я специально уделяю время для того, чтобы помолиться о том, чтобы Бог их благословил. И, кстати, если вы считаете, что я супер-пупер-христианин, то вы ошибаетесь. Только что я поделился с вами фактом о том, что осознание этого урока заняло у меня долгие годы. Это моя истинная молитва за тех, кто поступил со мною неправильно. Я молюсь за тех, кто сомневается в чистоте моих мотивов. Я молюсь за тех, кто умышленно оскорбил меня. Итак, чего же мы должны отвращаться? Зла. А что демонстрирует любовь? Почтительность. Кому мы должны ощущать пламенную любовь? К Богу. Любовь утешается надеждой и постоянно в молитве. А что значит любовь? Это отдаваться. Что любовь остро чувствует то, что чувствуют другие. А чего любовь не делает, не сводит счеты. И, наконец, любовь отрицает принятые в обществе нормы. Да, она отрицает их. Как я уже сказал вам, обычно в нашем обществе считается нормальным, что если кто-то вас ударил, то вы обязательно должны дать ему сдачу и посильнее. Если кто-то побил вас, то вы обязаны побить его еще сильнее. Если кто-то напал на вас, то вы нападете на него, используя для этого все ваши силы. Если кто-то похоронил вашу репутацию, то ваша месть должна быть еще ужасней. Так принято в нашем мире. Это считается нормой в мире, где мы живем. Но знайте, что на самом деле сказал нам Павел. Я скажу вам так, как это сказано в Библии, без всяких интерпретаций. Никто не позаботится лучше о вашем враге, нежели Бог. Поэтому предоставьте эти заботы Богу. Бог проведет более справедливый суд, чем вы. Если этим займетесь вы, в итоге вы будете сгорать от стыда. Возлюбленные, послушайте меня. Библия отрицает принятые в обществе нормы. Поэтому для верующих во Христа нормально отрицать принятые в обществе нормы. Мы должны устыдить наших врагов, не местью. Верующие во Христа отвращаются от озла молитвой за тех, кто с ними несправедливо обошелся. Конечно, нам не нравится, когда с нами плохо обращаются. Но именно молитва поможет нам сделать так, чтобы эти люди задумались о своих проступках. Уж поверьте, ведь так говорит нам Библия. Вам не добиться ничего того, о чем я говорил сегодня, опираясь только на свои силы. Неважно, какая у вас сильная воля, а вы сможете сделать это только если в вас будет сила Святого Духа Божьего и Его любовь. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok